Храм Рождества Христова Прежде всего, эти православные храмы – центры духовного посвящения и культуры, в которых помимо богослужений особое внимание уделяется и работе с детьми. Подтверждением тому могут служить гранты, которые реализуются в этих приходах. Захотелось обратиться через телевидение, через такой формат, к нашим деткам, чтобы что-то интересное с ними пообсуждать духовно. В 2019 году мы выиграем грант губернатора и уже непосредственно становимся полноправными участниками этого действия. Кто помог священнослужителям? Мы понимали, что мы можем и знаем, как делать организационно и технически, но нам нужна была информационная поддержка. Что сказать полезного? Конечно, во-первых, это спорт, это получается здоровье. Как восприняли новые идеи в Нижневартовске и Горноправденске? Об этом и пойдет речь. При поддержке Храма Рождества Христова и Нижневартовского городского благочения Координационный центр социальных проектов некоммерческого партнерства города Нижневартовска уже дважды становился победителем конкурса президентских грантов. Наш координационный центр, где я работаю, некоммерческое партнерство, у него два вида деятельности – детский отдых мы занимаемся и социальные проекты. Вот направление социальных проектов – это как раз я веду это направление. И мы работали с детками с ОВЗ, то есть у нас была помощь деткам с ограниченными возможностями. В 2018 году был реализован проект, результатом которого стал цикл просветительских программ для детей и молодежи о 12 главных православных праздниках. Сродилась идея 12 праздников до 10-х устами детей, так сказать, информация от равного к равному. И, безусловно, хотелось донести до взрослых, которые, ну, скажем так, около церковные люди, немножко просветить их, может быть, немножко приоткрыть, скажем так, вот эту сторону церкви. Программы транслировались в эфире городской телекомпании «Самотлор» и на православном телеканале «Союз». Более 30 тысяч просмотров проект набрал в социальных сетях ВКонтакте и Ютуб. Посветительский проект стал учебным пособием и теперь доступен на образовательном портале города Нижневартовска. Этот праздник очень важен и почти самый главный праздник, потому что в этот день родился Иисус Христос. Оттого и название «Рождество Христово». Рождество – это спасение всего человечества. Рождество – это когда наряжают елку. Рождество – это день рождения Иисуса Христа. Рождество – это для меня радость. Рождество – это спасение. В ходе работы над этим проектом родилась идея следующего проекта. Мы понимали, что есть вакуум, есть потребность. Мы провели целое социологическое исследование совместно с Нижневартовским университетом на предмет того, хватает ли программ, на ваш взгляд, просветительских о православии. Хотелось ли бы вам видеть на местном телевидении, либо в интернете своих батюшек, задавать им вопросы, какие темы. То есть это такое очень масштабное, развернутое было социологическое исследование. И мы ожидали результаты, но вы знаете, настолько почти 99% по всем пунктам, которые нас интересовали, были положительные ответы. В 2020 году Координационный центр социальных проектов получил президентский грант на реализацию проекта «Телестудия Добрый город». Мы хотели создать такой некий, может быть, даже противовес тому потоку информации, отрицательной, тяжелой, которая льется с экранов телевизоров на людей, особенно на детей. Поэтому в названии попытались отразить наше желание, стремление именно заполнить эфир добрыми мыслями, добрыми словами. Самый любимый праздник нашей семьи – Светлое Христово Воскресенье. У всех православных христиан этот праздник считается особенным и самым желанным. Проект «Телестудия Добрый город» – это для нас новый проект, необычный для нас самих. Идея появилась, когда захотелось обратиться через телевидение, через такой формат, к нашим деткам, чтобы что-то интересное с ними пообсуждать, духовное. И попробовав поснимать некоторые вещи, мы убедились, что без профессионального подхода, скорее всего, эти усилия будут тщетными. Проект предполагает организацию видеостудии для производства цикла просветительских православных программ для детей «Дети о вере» и для взрослых «Спросите батюшку». Храм Божий, где совершается молитва, богослужение, где собираются верующие люди, будет как минимум украшен и приятен для взора. Кроме того, в храме будут располагаться вещи или изображения, которые помогут человеку настроиться на молитву. Реализация проекта позволит удовлетворить потребности жителей города Нижневартовска в духовном просвещении. Выходить мы будем в интернете, на канале YouTube. Мы специальный YouTube под нашу телестудию «Добрый город» организовываем. Ну, надеюсь, очень надеемся, переживаем, волнуемся на обратную связь. Из Нижневартовского района переместимся в Ханты-Мансийский. На приходе храма Вознесения Господня поселка Горноправденск духовному образованию и воспитанию юных прихожан всегда уделяли особое внимание. В воскресной школе прихода сосредоточены и культурные традиции православных предков, работают кружки рукоделия и живописи, вокальные, театральные и богословские основы, изучают закон Божий и церковнославянскую азбуку. В добрые приходские традиции продолжает сегодня настоятель Вознесенского храма отец Андрей. Продолжает и развивает, да так, что в дело включаются целыми семьями, а в первых рядах помощников даже сам глава поселения. Неудивительно, если есть возможность побывать в самом настоящем бою, защитить ближнего или понять, что кто-то сейчас защитил тебя. Ротоборец. Такое название носит военно-патриотический клуб Горноправденска. Он собрал в боевой сплоченный круг неравнодушных и деятельных людей. Здесь взрослые дети, отцы и сыновья учатся понимать, что такое воинское братство, традиции русского воинства, память о павших в сражениях, тактика и стратегия боя. Помогает понять все это тактическая игра страйкбол, которую привнес на приход его настоятель. Для меня страйкбол – это часть моей жизни. Для меня это отдых, развитие, спорт, физическая нагрузка и духовная нагрузка тоже очень важная, неотъемлемая часть моей жизни. Прибыв в Горноправденск, батюшка вынашивал эту идею вместе с преподавателями местного центра дополнительного образования. Приняли решение организовать страйкбольную команду. Играем на быстрое схождение до полного уничтожения. В доставках не сидим. Быстро и ищем. Полученный грант позволил реализовать план артоборцев практически в полном объеме, включая возможность и духовной, и патриотической поддержки проекта. Работая с молодежью, с молодежью именно военно-патриотически, да, какие-то, мы ведь не только здесь на стрельбище занимаемся, да, еще и занимаемся, получается, именно в храме, когда детям рассказываем те или иные истории, которые были у нас в нашей жизни с нашими дедами. Глава Горнеправдинска проект не просто поддерживает, а реально в нем участвует. Со всеми экипировочными атрибутами и стратегическими раскладами. И уверен, что в дальнейшем реализация проекта имеет хорошие и прицельные перспективы. Перспективы есть, получается, и понятно, что сейчас мы занимаемся, видите, где, да, в данный момент, но в дальнейшем, получается, в рамках комфортной городской среды. На следующий год у нас запланирован проект, это лыжероллерная трасса, получается, в нем будет уже предусмотрена целая площадка для страйкбола. То есть, соответственно, будем уже там более, получается, развиваться, набирать в свои ряды больше человек. Еще у нас в ближайшее время все-таки действительно узнали жители Горнеправдинска и проявили интерес, да, и более, скажем, малая группа, да, возрастная, то есть, получается, там до 10 лет, то есть, и тоже стало интересно. Ну, вот у нас есть одно из таких моментов, что мы планируем приобрести Лазартак, спонсорцы нашли. Так что в дальнейшем, как бы, будет не только страйкбол, но и Лазартак. Не только стратегию военную вовлечь, но и виртуально-гаджетного миропространства извлечь детей наших. Такая задача самой жизненной ситуации нынешней продиктована. Те дети, которые являются уже участниками нашего клуба, видно то, насколько нравится им заниматься этим, насколько нравится им посвящать свое время изучению того, чем мы занимаемся, да. То есть, если мы берем автомат Калашникова, да, то мы уже видим, как ребенок не просто видит его в игре, видит его макия, да, он его может взять, он может с ним взаимодействовать, и вот это взаимодействие помогает отвлечься, то есть, от гаджетов, от соцсетей, от того времяпровождения, которое нежелательно. Больше всего привлекает интерес, то есть, развивается умение ориентироваться вообще в пространстве, то есть, мышление быстрое и так далее. Мы иногда собираемся в храме, то есть, там иногда общаемся, развиваемся тоже так. Страиваем сборы не только здесь, но и в храме так же собираемся и разговариваем на различные темы. Одна из форм наших занятий – это теоретические знания. Поэтому на данный момент вообще теоретические знания о полководцах, о ходе какой-то той или иной войны, о каком-то сражении, достаточно скудные, потому как не всегда школьный материал является интересным, является красочным. И вообще школьные занятия, они надоедают детям. И увидеть ту же самую информацию, только с другой стороны, показать ее, осветить по-другому, более интересно для нас – это наша цель. И заинтересовать детей на этом полпыше. Вечную проблему отцов и детей одним страйкболом вряд ли можно решить. Но сделать первый важный шаг – сплотить разобщенных, потянуть оставших от семей – это вратоборцы возможно. И это задача из разряда важных. Мы всегда ждем своей команды людей. То есть желательно, как мы уже говорили неоднократно, это у нас получается взрослое поколение с детьми, чтобы и папа побегал, и сын поучаствовал в данном мероприятии. Одна из важных целей – это помочь детям и родителям найти общий язык. То есть в особенности сыновьям с их отцами. Потому как сегодня мы видим о том, что отцы занимаются тяжелым трудом на поприще финансового обеспечения своих семей. Дети занимаются своими школьными обязанностями, они занимаются какой-то кружковой деятельностью. Но места, куда бы можно было пойти отцу и сыну, их достаточно мало в нашей сфере отдыха. И вот мы восполняем вот этот пробел. Для нас очень важно – это продолжать нашу работу. И мы бы хотели создавать детские летние лагеря, вот палаточный лагерь на 14-20 дней для детей со всей Югры. То есть, допустим, проводить в течение года какие-то мероприятия подготовительные, которые могли бы выявить лучших в сфере патриотической деятельности, лучших в спорте. И уже потом, как эпилог, то есть как финал всего этого действия в течение года подготовки, то мы бы могли организовать лагерь для детей, которые занимались этим в течение года. Вот, поэтому мы сейчас готовимся, готовим документы на подачу еще одного гранта, то есть на основании этого лагеря. Намерения идти дальше у ротоборцев серьезные. Вовлекать новых участников в проект, выходить на окружной уровень, делать все, чтобы духовное и военно-патриотическое воспитание было не отчетной строкой, а живым, необходимым, и детям, и отцам, нужным и важным делом. Субтитры создавал DimaTorzok